Вы смотрите город новостей, продолжим выпуск. На очереди очередная рубрика мелочи жизни. Что на этот раз заприметил Вячеслав Горецкий на улице города, узнаем прямо сейчас. Продолжая реагировать на коммунальные жалобы жильцов, мы приехали сюда, на улицу Плехановский, тракт 8. И что мы здесь видим? Теплотрасса, ведущая от сельхозколледжа к этим многоквартирным домам, абсолютно ничем не прикрыта. А это значит, тепло идет на улицу. Да что я говорю, смотрите сами. 18 лет. Вот сколько живу вот здесь. 17 лет. Голая. Уже говорили вот сюда, вот сколько раз в подвал ходил. Ноль. Я хотел рисовать куда-нибудь. Огромное количество тепла, вырабатываемого у коммунальщиков, как мы видим, уходит просто в небеса. Но, что самое интересное, утеплять эти трубы никто не торопится. Оно и понятно. Жители теперь платят по счетчикам, а производителям тепла, видимо, все равно. И очень жаль, что эту мелочь никак не хотят заметить тепловые компании. Странную вещь мы обнаружили на железнодорожном переезде возле вокзала. Дело в том, что раньше здесь был железнодорожный переезд. Но, как мы видим, он давным-давно покрыт снегом. А это значит, что им никто не пользуется. Помнится, недавно мы показывали, что на этой железной ветке в микрорайоне нефтебазы давным-давно убраны все семафоры и шлагбаумы. И даже знак «СТОП» там также убран. Странно, почему здесь, в микрорайоне железнодорожные, они до сих пор остались. Ведь водителям до сих пор приходится, соблюдая ПДД, останавливаться перед практически несуществующим переездом. И мелочь эта реально останавливает движение транспорта. Сегодня мы вновь решили проверить, как проходят работы по восстановлению покрытия на перекидном мосту возле машзавода. И, как видите, покрытие на мосту постепенно прибивается гвоздями и становится ровным. И можно по нему проходить без запинок. Всем тем, кто сомневается в качестве работ, и смею заверить, что скоро этот мост будет принимать комиссия. И уж она точно решит, ходить людям здесь или не ходить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА